Это должно было выйти два года назад, но не вышло. Это должно было стать фильмом об автокультуре Санкт-Петербурга с 2001 и до наших дней, но не стало. Но я все-таки решил, пусть так поздно, пусть первые ролики записаны не так качественно, пусть не в изначально задуманном виде, но хватит этим интервью пылиться в недрах жестких дисков. В рамках этого мини-сериала мы просто поболтаем с разными известными представителями питерской автотусовки разных эпох. От старичков до условно молодых. О ее истории, их истории, нынешних реалиях и обо всем подряд. Короче, добро пожаловать в питерский движ. Наши сегодняшние герои, которые оказались тут именно благодаря вашим просьбам, известны не из-за какого-то эпатажного поведения или приколов, а из-за своего умения делать совершенно невероятные проекты, будь то монстр-трак Ламборгини или Форд Мустанг на базе Капри. Машинатор в лице главного идейного вдохновителя Максима и его помощника Владимира. Встречайте! Года. С 2000, получается, 4-го? Слушай, где-то так, да. Первый курс. И на этот момент вы тачками еще едете? Да, нет, конечно, нет. Какие тачки? Я на автобусе ездил домой, из дома, на трамвае ездил в художественную школу. Вот это я помню. И все, а потом думаю, надо пойти учиться. Мама говорит, вот есть классное место МЧС. Я думал, сейчас, да, вместо 9-го и 10-го класса я там, оп, отскочу туда. А оказалось, что это параллельно надо. И получилось так, что я попал не после 9-го, а после 10-го класса. То есть все ребята были после 9-го класса, а я после 10-го. И я, получается, на год... Нет, нет, нет. После 8-го. После 8-го. А, ну я типа 9-го. А я после 9-го, да. И получилось так, что как бы я уже пошел в инстик, а ребята еще доучивались год, получается, там полгода, да, получалось. Я еще как-то вообще вот так вот совмещал с инстиком. Ты просто схалявил. Ну, да. Мы там и в армию ходили, а ты типа на экзаменах. А я на экзаменах сидел, да. У меня вообще в МЧС как? Я приехал с Питера в Ростов после как? Каникул там перед... Подожди, с Питера в Ростов? Да. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подожди. Если вы оба из Ростова, тогда давайте начнем чуть раньше. Я уже заполнил. Я не родом из Ростова. Вот. И я до Ростова жил здесь, в Ленобласти. Вот. Приезжаю в Питер. Ой. Тьфу. В Питер. Приезжаем в Ростов. Переезжаем в Ростов. Там по работе родителей. Вот. И мне просто говорят, что завтра мы идем в МЧС. Да. Познакомились мы в Ростове. Мы вместе учились в кадетской школе. Она тогда называлась РКШС, да, она называлась? Ростовская кадетская школа спасателей. Вот. Подружились. Мы, я не помню, даже в разных взводах были или в одни... Ну, это как бы... Я командиром-то не был. Да. Возможно, он и моим командиром был, но я не помню этого уже. Мы во втором взводе были. Да. И все. И мы как бы все близко очень общались. Мы ездили в походы. У нас были там несколько раз в год походы. Там летние, зимние, там осенние, весенние. Вот. И были там... Много было пережито. Да. И тягости, и лишения. Все. У нас там была иконная подготовка. И с парашютом мы прыгали. И погружались. То есть такая серьезная подготовка. Да. И в палатках жили. В палатках жили там... Ну, а сколько лет было, получается? 14, 15, 16. Да, там... Да нет. 15, 16, 17. Это, получается, было одновременно со школой. 9, 10, 11 класс. Мы, то есть, с утра в школе. После школы закидывали учебники, ездили на занятия. То есть у нас... Да. И там до упору, там, до 6, до 7 вечера, там, вот такую приходишь домой, кое-как ложишься спать, понимаешь, что тебе уже завтра через несколько часов там вставать и... Какой ты самый любимый предмет был? Где? В школе? В этой? В РКШС. В кадетской школе. Мне нравилось... Слушай, мне нравилось это... Когда мы... Ну, вообще, практика всякая нравилась. То есть, тогда мы там ездили, там, с оборудованием работали. Ну, на первом курсе... Ну, да. На первом курсе мы вообще, там, там, христианская нравственность была. Христианская нравственность. То есть, мы сидели в церковь. Мы ходили в церковь, да. Ходили в церковь, слушали батюшку. Он там нам рассказывал слово Божье, мы записывали, учили... Вы. Да. Мы все. Я сказал, что я не крещеный, и меня не надо заставлять. Ну, все равно ты тоже сидел. Ну, я просто посещал занятия, но я не читал молитвы. Да. Вот. Мы там молитвы учили. Ну, это вот то, что было из предметов. И... Ну, вот. Слушай, я не помню, там было и картографическое, там, и всякое... Топографическое. Топографическое. Пожарка была. Пожарка была. Медицина мне нравилась. Медицина – катастроф. Да, да. То есть там мужичок такой был интересный. Он такие вещи там рассказывал, как он там 30 лет на скорой проработал. Как там он всякие эти... А мне парашютное нравилось. Слушай, мне парашютное понравилось. Ты два года ходишь, тропу собираешь, чтобы по третий год прыгнуть пару раз. Да. Ты уже можешь просто там эти стропы, купол там все складываешь, сворачиваешь, потом раскладываешь, опять сворачиваешь. И так вот днями напролет. Потому что парашюты, с которыми мы прыгали, мы их сами собирали. То есть если бы они не раскрылись, то сам виноват. Не посвящал занятия. Ну, не повезло, что. Да, сколько мы тогда... Ну, парашютное мне понравилось в тот момент, когда мы прыгали первый раз. А я как бы, ну, больше всех, мне кажется, был. Или вот в этот заход меня первым посадили. Ты пристрелочный был. Да. А там, когда прыгают люди, а там оно, получается, цепляется за тросы, ты выпрыгиваешь, оно выдергивается, и ты как бы летишь там первый, там, второй, третий. А перед этим, для того, чтобы понять, куда ты полетишь, там, потоки ветра и так далее, кидают, грубо говоря, мешок с парашютом. И он летит там, и все смотрят. А, ну, примерно сюда, значит, нужно нам поправку сделать, там, юстировку на ветер, там, туда. Они такие, о, мы забыли, ну, там, первый, ты прыгай. Я такой, лампочка горит, ну, все там, прыгнул, раз, два, три, там, он открылся, все нормально, я лечу. Ну, лечу, все нормально, смотрю наверх, купол открылся, ребята тоже прыгают. А, ну, получается, я прыгнул, и как бы они чуть дальше отлетели. А я прыгнул, и я понимаю, что меня вообще далеко уносит. То есть там, грубо говоря, летное поле, это в Азове было. Ну, соответственно, неуправляемый, вот этот круг, ну, который хирург называется. Ну, по-моему, D1, D1, по-моему, называется. Да, да, да. D1, 5, там, что-то такое, какие-то там, такие цифры непонятные. Все, ты же такой летишь, думаешь, так, все открылось, надо же здесь быстрее расчековать, потому что сейчас этот откроется, там, барометрические датчики, все быстро распаковал. Я смотрю, ребята летят, и они как-то, ну, еще не прыгают. Потом смотрю, прыгают. Думаю, ну, нормально, смотрю, а меня вот от аэродрома все несет, там, смотрю, одна посадка, потом поле, потом вторая посадка, потом третья, потом кладбище. И потом, короче, после кладбища уже какие-то сады там начинаются, то есть по логике вообще ты туда никогда не должен приземлиться. А меня, видимо, ветер подхватил, и я там туда полетел. И я смотрю, что я уже все к земле лечу, уже очень далеко. Ну, все приземлился. Естественно, ветер был, меня там протащило, я там собрал огурцы, помидоры, все вот это вот, какой-то дед там такой, типа, внучок там, не, ну, там, ну, не со стволом, но такой, типа, внучок, что случилось? Я говорю, ну, мы там прыгали. Паритянинки. Да, прыгаем, Азов, там, парашюты. Ну, мы в форме, там, синий, тут шевроны, что-то там написано. МЧС, там такое, что? Так это, говорит, тут, типа, там, что-то там 8 километров, что так-то это? Я говорю, ну, типа, это, ну, все, я там собрал парашют, скрутил, там, его как-то запихал. И все, и сидел, ждал, пока приехали, там, то ли УАЗик, то ли какая-то таблетка. Ты сейчас забрали? В УАЗик приезжал, по-моему, сюда. Да, меня забрали, там, все такие, типа, что так долго, так, почему так далеко? А я все тяну, как бы, ну, когда летел, тянул туда, в сторону этого. Ну, он же не управляет. А ты не в ту сторону тянул. Ну, может, не в ту сторону тянул. Вот, и вот, я не помню, то ли три раза, то ли четыре я прыгнул. Вот из этих четырех раз, один раз я нормально приземлился, вот, все, как положено, там, где надо. А остальные разы, там, то опять меня куда-то унесло, то меня, там, несло на какой-то завод, то к собакам, то еще куда-то. Вот, и когда я последний раз, вот, я помню, прыгнул, и я приземлился туда, куда нужно, вот, тогда мне этот предмет понравился. Что не нужно далеко там лететь. Ну, и он кончился. Да, и все, и говорят, ну, все, вы напрыгали на разряд, вот вам бумажка. Книжку парашютиста дали. Ты такой, что, серьезно, что ли? Сколько я прожил в Ростове? Лет, наверное, ну, до 2011 года, получается. В 2011 я обратно вернулся в Питер, ну, уже именно в Питер, не в Ленобласти, а в Питер. И начал работать. По МЧС тематике? Нет, конечно. Нет, нет, нет. Вот, тут надо немножечко назад вернуться. Как вообще началась история с машинами? В 2005 году, когда я был в девятом классе, я почему-то с запозданием посмотрел «У нас за 60 секунд». Ни «Форсажа», ничего, вот именно меня покорил «У нас за 60 секунд». Оригинальный первый или скейджем? Нет, скейджем, уже именно как ремейк православный. Да, где именно 67-го года фастбэк, вот он мне понравился, я влюбился, я все тетрадки изрисовал у меня в дневнике, там, везде, там, эти эмблемы. Не с «Шелби», я ему и этот «Мустанг» рисовал, а потом с «Шелби» рисовал. Ну, короче, вот именно любовь у меня к одной машине появилась, не к машинам в целом. Вот, потом, как вообще дальше у меня шло по машинам? Школа кончилась, 2007 год, нужно было как-то там подрабатывать. Кстати, подработка еще началась во время школы в старших классах. Устроился на автомойку, и там как-то вот появилась, как скажем, уже близость к машинам, приезжали какие-то интересные машины, там, всякие «Мазерати», там, даже «Эклипс» тогда оказался интересной машиной, вот, хотелось уже посидеть, пофотографироваться, да, прокатиться немножечко. Такой трешка, короче, да. То есть тогда начались именно вот такие, то, что приезжает какая-то машина интересная на мойку, и уже выбираешь, так, эта машина поинтереснее, пойду помою ее. Короче, если неинтересная, так, ну, кто-нибудь, может быть, другой помоет. Вот. Потом началась работа в пожарке. На спидометр смотрели, там, 240. Да, в детстве, в 90 смотришь. То, что больше 160, как на «Жиге», там, какой-нибудь, там, или 180. Причем это 2008, наверное, нет, 2009 год я только получил права. То есть у меня машина появилась, когда мне было уже, сколько, там, 20 лет. То есть я ездить-то толком не умел до этого. Что за машина была? Девятка. Я взял девятку, у нее был цвет серый, индиго, по-моему, устроился в пожарку, работал в пожарке, денег не хватало, и думал, как бы, ну, подработать, где денег еще заработать. И в соседнем карауле работал водитель, он был маляром. И вот он взял меня в ученики, в малярку. Я вообще хотел пойти в кузовню, но в кузовне, там, взять помощников не надо было, учеников. Меня взяли, вот, в малярку обучения. Я что-то там за три месяца что-то такое научился чему-то, покрасил первую машину, вот, девятку. Я ее перекрасил, сделал бэтбой капот, заварил, короче, дырку на багажнике. Поставил евро... Нет, я даже не поставил евро-ручки. Я взял, там, обыкновенные ручки были с прорезью, которые такие, и эти прорезь зашпатлевал, короче, чтобы они были похожие на евро-ручки. Ну, я работал в пожарке, у нас зарплата была 7 тысяч тогда, в 2010 году. Ну, то есть все своими руками. Да, вот, покрасил черный капот, черную крышу, и такая красная, этот, цвет рекламы был будет. Но ездил на белых разварках, на тринадцатых. То есть на диске тогда не хватило денег, так, короче, она и продалась, эта машина. И я ее, получается, продал, уволился с пожарки от работы, там, чуть больше года сходил к Ове на свадьбу, и все бросил. И вся жизнь поменялась. Да, все бросил и переехал в Питер. И уже в Питере здесь вкупчатно, там, в гаражах, через знакомство, устроился тоже, там, помогать, малярить какие-то, там, такие. И в тех гаражах я, кстати, увидел Форт Капри, вот, это вот он сейчас стоит, из которого уже создается мустанг. Это в те годы я увидел его, я искал долго хозяина, я увидел его просто гниющим в кустах, заваленным, там, какими-то досками, там, тряпками. Вот, хозяина не мог найти, потом что-то уже с этих гаражей уволился, ну, то есть, ну, как уволился? Уволился с гаражей. Уволился с гаражей. Пошел в другие гаражи, да, пошел, пошел работать в другие гаражи, а потом пошел на курсы аэрографии, тогда аэрография была еще модная, 2011 год. По аэрографии устроился в тюнинг-отелье рисовать именно какие-то там. А его уже нету, тюнинг-мастерс, они были на Александра Матросова. Вот, там отработал что-то тоже около года и вспомнил, что вот видел Капри, и идея, и вот тогда зародилась идея сделать мустанг. Потому что, ну, мустанг купить нереально, я не знаю, мне так до сих пор нереально купить мустанг, в те годы так тем более. Мне кажется, многим сейчас нереально купить мустанг. Да, и вот начал думать, из чего можно было сделать мустанг. Сидел на драйве, изучал, что там как. Ты, кстати, забыл одну немаловажную вещь. У тебя появилась любовь к одной машине. Да. А дальше для тебя вот эта вся малярка, вся эта лопуда, это была работа или тебе уже вот, ну, прям? Это была именно как малярка, сервис, это была больше как работа, потому что я вообще хотел стать спасателем, пойти именно по карьере, но меня не взяли в армию. Ситуация такая была, что, чтобы я пошел в армию, мне нужно было заплатить. То есть у меня нашли плоскостопие, мне сказали, что мы можем закрыть глаза на твою плоскостопие, ну, тогда, короче, занеси 70 тысяч. Вот. И я дурак, я как бы начал собирать 70 тысяч. В те времена люди, чтобы не идти в армию, он собирался 70 тысяч занести, чтобы пойти. А мы отучились МЧС, вот, три года мы отрубили, вот, это был кадетский корпус, после школы, там, через каждый день, там, мы ходили, по выходным ходили, занимались. Ну, и как-то было жалко все это, все это терять, там, навыки все, тем более, такие были интересные, вот. И хотелось именно пойти по карьере. А чтобы пойти по карьере, нужны были погоны. А погоны выдавали только тем, кто отслужил. И поэтому я захотел именно уйти в армию, я сам пришел, сдался, так скажем, да. Сдался. Да. И меня не берут. Говорят, давай деньги. Я, денег, ну, естественно, сразу тогда не было, 70 тысяч. На следующий призыв я пришел с деньгами, мне говорят, а мы тебе уже военник выдали, теперь, типа, на 30 тысяч больше. Да. Я сказал... Ты, говорит, 30-ку еще занеси, мы тебя возьмем. Приносишь 30-ку, блядь, ты в тот раз не принес, давай еще полкинник. Да, вот из этой 30-ки я, может, не стану генералом, понимаешь? Я, как бы, пожалел 30-ку и все, и пошел просто работать в пожарку, и устроился вот потом в сердце. В малярку и дальше идти. Да, да, да. Вот. Потом, пока я работал в малярке, вынашивалась вот эта идея, чтобы сделать себе мустанг из какой-то машины, и, может быть, навыки приобретались там, да, в работе там, опять же, ну, я не знаю, навык работать со шпатлевкой, это такое себе. Ну, с металлом, со стекловолокном. Когда я еще даже был в Ростове, я приметил Форд Капри, один съездил, смотрел, но там, естественно, ценник был неподъемный. И вот потом, когда уже в Питере, работая в тюнинг-ателье, я вспомнил, что вот видел Форд Капри, там, гниющий где-то в Купчино, там, в этих гаражах, и опять туда съездил, и как-то чудом вот так вот я на Абум поехал, просто так, в выходной день, в гараже, в которых не было уже, там, не знаю, год, и встретил этого владельца, которого тогда не мог найти. Вот. С ним поговорил, он сказал мне, что ни в какую не продаст, там, там, сыну хочет ее оставить, ну, так. Да, там уже деревья из него растут, да. Полгода где-то прошло, и он мне звонит и говорит, что, типа, окей, да, забирай. Печальная история случилась, у него гараж, короче, обнесли, и ему нужно было, видать, оборудование опять какое-то покупать. И вот пришлось сюда эту машину продать. Вот. За 50 тысяч, по-моему, я ее купил тогда, и все, и вот история с Мустангом началась. Я начал его там весь пилить, то есть в Скапри тогда еще, весь пилить, реставрировать, потому что был гнилой, переварил там все днище, ленджероны. Научился в этот момент, наверное, на ней варить. Эта машина научила меня многому. Наверное, процентов, наверное, 80 того, что сейчас имею, научила меня именно вот эта машина, именно этот проект. И продолжает меня ее учить до сих пор. Вближай. Нет, в этом году, в этом году надо ее закончить. В 2028-м в этом году. Я просто про этом году уже, ну не то, что много раз слышал, но я помню, что еще там, забегая вперед, потом, когда Максим опять переезжал в Ростов, переехал из Питера в Ростов, он привез уже ее в каком-то, да, в мустангоподобном обличье, и с такой уверенностью, ну вот, сейчас мы тут туда-сюда там, ну и типа там год-два, и мы ее доделаем. Ну там мы не делали ее. Ну так, вообще, просто. Мы там не делали, там было не до нее. Поварили что-то, и все, да. Это была очень интересная история, как мы разбирали этот самый, дверь. Да, чтобы вот ради этой машины мы снесли стенку здания и сварили новые ворота. Для того, чтобы, да, чтобы она заехала. И снова давайте назад отмотаем. Твоя история до определенного момента поняла. Здесь с тобой как-то. Со мной? Ну... То есть пока Максим приехал, вот, мотался, как я понимаю, в Питера Ростов, ты жил в Ростове. Да, я жил в Ростове, вот, грубо говоря, Максим вот был у меня на свадьбе, все, потом он уехал в Петербург, ну все, я как бы жил, мы там когда-никогда там списывались, там, из серии раз в год, там. Потом как-то наше опять возобновилось общение, и вот Максим как раз говорит, я вот тут, это самое, там, машины, там, и так далее, я начал заниматься серебрением, химической металлизацией. Ну, там, все круто, там, он скидывал видео, показывал, скинул... Это тот момент, когда ты, это до было, тюнинг ателье, или во время, или после? Это было параллельно, и после. Тюнинг ателье, оно начинало, так скажем, закрываться уже, думал, что дальше делать, и начал вот тему серебрения изучать, химическую металлизацию, увидел там где-то хромированные машины, думал, сейчас я выучусь этой технологии, тоже буду тачки серебрить, хромировать. Тогда еще пленки эти хромированные тоже стали модные. Но, как оказалось, это не так-то просто все, технология довольно-таки сложная. Вот, в итоге-то потом я сделал все-таки машину полностью, серебро, и даже потом колерованным лаком, как будто она золотая стала, золотая зетка была. Вот, ну, это уже ближе к началу канала, это уже... Да, хорошо, тогда... Да, и вот, получается, там, Максим скидывает работы, вот там, как вот это все, он к этому шел, там. Ну, мы общались, да, вот как-то эту тему подхватили, он продолжал этим заниматься, опять мы что-то перестали там общаться на какое-то время. Ну, короче, я занимался серебрением, и на меня вышли люди, которые занимались ритуалкой. Чего? Ритуалкой. Вот, и предложили поработать, и работа как раз-таки была в Ростове. А я в это время все жил в Питере, и в 2014 году я приезжаю в Ростов обратно, думал, что надолго. Да, привожу с собой машину, то есть в Мустанг, на эвакуаторе заказываю, тащу в Ростов, да, мы там работаем, делаем гробы. Золотые гробы, там, кресты. Золотые гробы, золотые гробы. Ну, тут как... ладно, не буду говорить эту фразу, да. Вот, потом там пошло не так уж все гладко, как хотелось бы, и я просто опять улетаю в Питер, машину потом уже следом эвакуатор привозит, и занимаюсь здесь дальше металлизацией уже, но не в ритуальной сфере. Вот, уже больше именно по авто тематике я бил, вот, начал делать этот проект «Золотой Ниссан». А это все-таки по-прежнему работа? Или уже там что-то было? Там уже, когда я приехал обратно из Ростова в Питер после... После 2014 года. После 2014 года, в 2015 году я вернулся. Вот, то есть я в Ростове был буквально там месяц, наверное, 4-5... 5-3 часа. Нам. Нужно было быстро уехать. Что? Ну, так получилось, в общем, да. Короче, была история. Да, была история про золотые гробы. Вот, я вернулся опять в автосервис, начал делать всякие восстановительные работы по хрому с машинами. Там у кого-то диски облезли, у кого-то молдинги, зеркала, там что-то такое. Продолжал работать маляром, это было как просто ответвление такое, малярка и металлизация. Потом я уволился с этого автосервиса и уже арендовал часть другого автосервиса, просто место, так скажем, автосервиса. И уже именно начал самостоятельную деятельность по клиентам. Вот, тоже это было и металлизация, и просто покраска, ну там, там было все, лишь бы просто найти клиентов, да. И нашел вот гараж рядом с домом, вот этот длинный, в котором до сих пор мы находимся. То есть, не этот гараж, он просто остался при нас, но в другом месте. Не здесь же он, в смысле, или в этом же? Он здесь, на районе, вот, но просто не этот гараж, да. Другой гараж, старый наш гараж. И там уже началась Z, там уже началась Lamba и все остальные проекты. То есть, там уже начался канал. Ну, и там, опять же, то есть, у тебя по-прежнему как бы интерес такой чисто рабочий? Ну... Я не к тому, что я тебя пытаюсь выяснить, чтобы ты сказал, как ты любишь машины. Нет, я не знаю. Нет, ну это больше, да, это... Я люблю некоторые машины, наверное, просто за... Как просто произведение какое-то. Просто как вид транспорта, у меня у самого нет машины. То есть, я сапожник без сапог. То есть... Не, ну почему, у тебя есть машины, но они нетранспортабельны. Да, они все не ездят. Ну, как все. Вот, Мустанг. Ну, это... То есть, это то, что... Это проекты, да. Это просто проекты. Мустанг, я надеюсь, что сделается в этом году, я начну ездить на нем. То есть, это как... Мустанг это для души. Да, это и делаю машину для себя. А это для канала для хайпа или тебя прет? Это для... Я не знаю, ну это не для хайпа. Это... Это просто интересно было сделать. Это интересно было сделать. Это было, так скажем, вынужденная мера. Потому что вообще ламба, ламботрак сделан из проекта Авинтадор SVJ. То есть мы делали просто реплику на Авинтадор SVJ. Ее заказал человек, вот, и потом этот человек слился. Проект остался без финансирования. Вот. Проект этот полный самострой. Не на доноре. Если, допустим, Мустанг и белые ламбы Гоярды, которые сделаны на Эклипсе, они как на донорах, их можно зарегистрировать. Это зарегистрировать, ну, пока что я не знаю как. Нет, это как стреколоский искал, говорит, просто так, говорит, никто. Нет, на доноре собрано это можно. Вот, в ферраре, его тоже можно зарегистрировать. Он как раз сказал, что, ну, говорит, собрали ламбу. Ламба полный самострой. Вот, я же не знаю. Ламба его полный самострой. Наша ламба белая, она на доноре. На доноре это еще можно зарегистрировать. А вот полный самострой, где есть труп сварена, это уже проблематично. На это мы обсудим чуть позже, около 20 к 200. Это, наверное, даже не 12-51, это 12-51 в квадрате, наверное. Нет, понятно, нет, конечно, мы просто это обсудим чуть-чуть попозже. Я также занимался металлизацией. Металлизация превратилась уже именно в бизнес. Да, то есть я продавал оборудование и материалы для металлизации, то есть обучал технологии, так как, в принципе, научился, сделал уже проект этой «Зетки», то есть у меня уже был опыт, которым я мог поделиться. Конечно, сделав проект «Золотой «Зетки», я думал, что бы такое сделать. «Зетка» — это был заказной проект? Нет. Это? Да. Nissan 350Z я нашел там на объявлении. Как «Шелка», господи, я все вспоминал, слово. То есть это был как показатель. Nissan 350Z — это просто как визитная карточка была. Я говорю «Шелка». Ну, я на нем ездил. Прям активно даже какое-то время ездил. И когда я приехал на МТШ, «Москва Тюнинг Шоу» в 2016 году, на ней, там все организаторы были в шоке, что я посмел на ней приехать своим ходом. Вот. И потом по приезду с Москвы, в Москве я занял тогда какое место? Третье место. Вот. Номинация была «Искусство на колесах». Я приехал с Москвы и понял, что отдачи-то особо-то никакой не было. То есть выставки вот эти, там клиентов особо не найти. Там можно, не знаю, в тусовку войти, просто познакомиться с другими ребятами, с мастерскими, там что-то совместное, может быть, сделать. Но именно как клиентуру там не найти. То есть я был на, не знаю, на «Ройле», на «МТШ», на «Мир автомобиля», на, где еще там, всякие гоночные войны. Ну, это, конечно, такое. «СКК», который «Мир автомобиля»? Проект реализовался, но нету потребителя, да. И думал, что бы такое сделать, где точно есть потребитель. Летом 2000, по-моему, не помню, то ли 16-го, то ли как 15-го года я ездил к ребятам на свадьбу, тоже в Ростов, но не к другим ребятам. Там много ребят. В Ростове есть ребята. Есть у нас ребята, да, в Ростове. И у них свадьба, да? У них бывают свадьбы. Вот, сходил, короче, к ним на свадьбу и увидел, что они за аренду двух Ешек, Мерседесов, отдали, что-то там порядка 20 тысяч. Я такой думаю, в смысле, типа, как это? И вот тогда зародилась идея сделать машину для проката. Я сделал липовое объявление, нафотошопил там ламбе, что, типа, там сидение есть, там, что можно жених-невеста и водитель. Сделал, скажем, маркетинговое исследование, закинул, на Горько закинул, там, на Авито, на всякие такие сайты с объявлениями закинул и посмотрел спрос. Начали звонить, в первый же день там уже много звонков, прям, типа, вот мы готовы взять, куда пойти посмотреть. Я понял, что, ну, надо делать. Да, начал искать донора, подобрал Эклипс, Эклипс третьего поколения, Спайдер. Зетка что в тот момент было? Зетка стояла на продаже. Вот, чтобы просто реализовать этот проект, нужны были деньги, вот, денег особо не было. Чтобы купить Эклипс, я уже занимал, пока Зетка продавалась. Я, причем, еще взял с более-менее нормальным мотором, трехлитровый В6, то есть это, который не 2, а 4, как там у всех, вот, а я взял именно В6, трехлитровый, на 213 лошадей, да. Да, ну, конечно, этого мало, но это уже другая история. Вот, потом я продал Зетку, уже ближе к Новому году, Эклипс уже был, и как раз появились деньги для того, чтобы строить, да. То есть купил кузов, киткар, ну, это сложно назвать киткаром, наверное, просто стеклопластиковый кузов, знакомый делал, ламбы. Это, подожди, где я его покупал? Я в Беларуси у него взял. Зетка продалась, началась постройка. Я попросил своего товарища, с которым работал в автосервисе, Игорь, он раньше был на канале, сейчас его уже нету, мне помочь с ламбой. На тот момент канала уже существовал? На тот момент канала не было, да. То есть я, получается, ламбу начал, потом я ее делал, 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 где-то, наверное, год прошел, и я думаю, надо, короче, делать канал. Как раз у Ильи Фриколовского начались серии выходить, да, по ламбе были. Я смотрю, что его смотрят и думаю, что тоже можно показать, потому что... Ну и плюс свадьбы. Что? Плюс свадьбы, да, это уже не важно, да? Не, ну ты же хотел изначально под свадьбу это сделать. Да, это был чисто коммерческий проект, это без какой-то любви к ламбе, я вообще ламбу, именно как марку, нет такого, что там люблю или там не люблю, просто, ну, марка и марка, то есть для меня что ламба, что фера, я вот люблю мустанков. Нет, нет. Мне нравятся старые американцы. Вот, потом, я говорю, начал смотреть ютуб, вот, я ютуб вообще особо не смотрю даже до сих пор, вот, я многих автоблогеров даже не знаю, вот, и думаю, ну надо делать канал. Я попросил Игоря помочь, чтобы мы уже вдвоем накинулись на нее, более плотно начали заниматься. Вот, он какое-то время вначале помогал мне делать ламбу в самом-самом начале, когда мы только вот эклипс взяли и... Пилили его. Ты один пилил или с ним? Ну, распилил я его один, вот, кузов навесил сначала тоже один, да. А потом, когда уже именно по зазорам начали выставлять, я, тогда он, тогда он подключился, вот, потом он ушел, потом я где-то, вот, говорю, год где-то собирал его опять один, и потом, когда уже думал, что надо делать канал, я опять его попросил о помощи. Вот, он пришел, я тогда, я не знаю даже, говорит, я продал квартиру, чтобы начать канал делать. Потому что, ну, это, 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 это потребовало вложения определенных, чтобы аренду платить, проект тянуть, там, зарплату, да, аппаратура, все дела. Да, оператором. Взял оператор, был родственник, вот, на первых парах. И вот начался канал, где-то мы начали тренироваться, снимать это все, там, делать где-то с мая 2000, получается, какого, 17-го, по-моему, года. Нет, 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 18-го года, да, 18-го года. И вот в августе 18-го года вышла первая серия. Вот, то есть, вот сейчас было два года, сейчас два с половиной года канала, где-то так. И сколько он сейчас подписал? 676 тысяч. Может быть, 677, сегодня вышла серия. Ламбу добили именно на канале за год. Даже меньше года прошло, как канал начался, где-то, ну, вот, если с августа 18-го, то Ламбу мы закончили в мае 19-го. Как раз тогда вот Володя и подключился. Вот. И как? То есть, ты ему просто позвонил, сказал, приезжай или как-то? Нет, Володя сам решил. Нет, я давно собирался переезжать. Мы с женой приезжали в Петербург несколько раз. Ну, как бы вместе. Чуть больше приезжала она, да, и вот нам, как бы, город очень понравился. Мы давно вынашивали планы о переезде, да, и вот как-то так получилось, что вот лет весной, весной, какого, 19-го, 19-го года мы как раз переехали, вот, и начали с Максом вот заниматься. Я первое время не снимался, так, за кадром там что-то делал. Ну, да, да, было время тренировок. Пока я там, да, вдуплял, что делать, там. На камеру говорить именно сложновато. Я уже даже не помню, когда я первый раз говорил, когда-то. Я помню Макс такой, ну, чё, типа, я пришёл такой, ну, чё, давай там делать тут, чё там это. Он говорит, да, вот как раз зеркала. Да, Володя говорит, да чё, сейчас такой, говорит, приехал такой, давай, короче, курсы откроем, школу, типа, 7 дней. Типа, первый день шпатлюют, второй день там красят, третий день там снимают матрицу, четвёртый день там изготавливают детали. Я говорю, да, давай зеркала. Я до этого продажами занимался, я этим никогда не занимался вообще в принципе. Я ему дал зеркало ламбы белой, тренировочное, так скажем. Да, я, короче, зеркало. Покажи мне класс, типа, недельный курс. Да, я взял... Машинами ты вообще не занимал? Не, ну, я тоже было время, я когда-то работал там и на шиномонтажке, и на мойке, и ещё на мойке я там работал. Я имею в виду плотно, как-то гайкокручением. Нет, ну, свою машину там я свою там подкрутил, там, чё-то под этого. На чём ты ездил? Сначала на двенашке я ездил, а потом тесть мне отдал Ниссан Премьеру, П-10. Вот я на ней езжу уже там сто пятьсот лет, наверное. До сих пор. У меня вообще машина нет. Один без машины, так и на Ниссан. Нет, так подожди, у меня машина сколько стояла? У меня коробка сломалась, я полгода коробку не мог поехать. У меня... Я на район не мог за коробкой поехать, потому что времени не было. Это вот здесь он приехал, у него коробка сломалась, и она там месяца три, наверное, простояла. Да. У меня вообще машина есть. Dodge Neon 2002 года. В 2018 году она сломалась, сломался генератор и до сих пор стоит. На тот момент, когда она сломалась, в 2018 году генератор у нее заклинило, короче, просто тупо не было денег на генератор. Вот. И там один месяц она простояла, второй месяц простояла, потом уже зима, я думаю, блин, если сейчас я поставлю генератор, мне нужно будет зимнюю резину. И думаю, ладно, тогда пускай уже стоит до весны, весной поставлю генератор, как раз на летней резине сломалась она, и поеду. И потом этот YouTube закрутил, и там, короче, такое... Я сейчас еще просто... Ну и все, и что, вот так вот, то есть мы переехали, Макс говорит, ну вот, бери зеркало, давай, вот надо грани вывести. Я такой думаю, да сейчас, взял, думаю, да сейчас, ну что тут, пару раз перетянул, короче, там, тут почухал, там, я не помню, сколько, неделю. Я неделю, я ее, короче, шпаклюю, там, что-то выведу. Макс такой, да не, это, говорит, типа, херня, давай, по новой. Я опять, короче, обшпаклевал, там, что-то обклеил, там, опять чухаю, сижу, такой смотрю, вроде, там, ну, неделя прошла уже, сколько, я не знаю, там, банок 10, наверное, я туда высыпал, просто сижу вот так вот, весь в этом кокаине, сижу там, делаю, все, там, что-то думаю, ну, нормально, все, пошли, там, выходные, там, туда-сюда, прихожу, ну, там, после, там, в понедельник прихожу, смотрю, уже зеркало открашено, отгрунтово, думаю, хорошо получилось. Макс говорит, ну да, нормально, я, говорит, просто заново перетянул и по новой, говорит, это, вывел. Да, ну и все, и вот я тренировался, там, что-то тренировались, мы, там, сначала шпаклевали, потом, что-то клеили. Да, Молодя приехал, получается, в мае, а начал на канале появляться в августе. Да. То есть, это, так скажем, такой был подготовительный момент. За школу идея провалилась, да, за один день. Да, да какая, конечно, че? Не, да я просто смотрю, там, эти курсы, там, продают, те, там, это. Что-то я смотрел, там тоже один парень такой был, не знаю, есть, тоже, там, где-то в Беларуси открывал школу, там, что-то смотрю, они у него там суетятся, на, это, на Ютубе. Думаю, ну, надо же запилить, что тут. Олег. Да, Олег, Олег Местера. Думаю, так, все, Максу идею, говорит, ну, че, давай, покажи зеркало. Вот, и все, и после зеркала у меня эта идея вообще упала. В принципе, отпала. Да, ну, вот так, и все, и сколько уже, почти два года, да? Надо сейчас тебе зеркало дать, просто как, знаешь, проверочная работа. Что ты усвоил за эти два года? Контрольная работа, да, средств знаний, средств знаний. Выпускной такой, да. ЕГЭ, елка. Да, ЕГЭ по зеркалу. Экзамен. Ну, все, а потом вот Белая Ламба закончилась. Чем закончилась история с Белой Ламбой, для тех, кто не смотрел, я, например. Эм, машина построилась. И возит свадьба? Сейчас нет. Ну, зима, во-первых, зима. А, нет, потенциально она может. Такое, да, в этом году был провальный год в плане свадеб, потому что карантин, в ЗАГСе не работали, никто ничего не гулял, рестораны. Ну, то есть, а тот первый год, когда она построилась, тогда, да, она покатала немного свадеб, потому что, опять же, приходилось выбирать, либо свадьбы катаешь, либо Ютуб, потому что я сам. Потому что сразу на три дня попадаешь. Я сам водил машину, никого за руль не посадишь, вот, поэтому всегда приходится выбирать. Я всегда выбираю работу, именно работу такую, чтобы полезно, чтобы что-то сделать, короче. Во-первых, скажи, ты квартиру отбил, в конце концов? У меня еще долг миллион. Вот, миллион, это не так страшно. Так, долг. А, долг, у тебя минус квартиры и долг? Да, да. Продал машину, продал квартиру, и еще сейчас, да, минус один. Пока что. Пока что. Это реально заслуживает уважения. Да я не знаю, заслуживает ли это уважения? Да, я, конечно, безумно. Такие, знаешь, смотрят, просто долбай. Ты понимаешь, сказочный, да, такой. Ну вот, не, я просто, я сижу реально, как бы так, что. То есть, ну, YouTube сейчас пока начинает, может быть, не позволять уходить в минус. В ноль. Ну, большие расходы. Штат, аренды, то есть. А сколько человек там отбиваешься? Кто работает? Отдайте на пресс-съемочек. А? Класс. Раз, два, три, четыре. Ну, можно сказать, шесть человек. То есть, четыре постоянных, и двое, как бы так, приходят, уходят. Маутсос, да? Да. По мере необходимости. Ну, да. А съемочная? В смысле съемочная? Вот он сидит. Вот, я же говорю, ты ходи. Вот, да, сейчас оператор, вот один. Он снимает, я монтирую. А, то есть ты еще и монтируешь сам. А ты когда спишь? Да он не спит, посмотрите на него. Ну что, глаза красные у тебя? Да. Сегодня я спал. Что сейчас строится, что происходит вообще? Не только на канале, а в принципе. Я понял, что YouTube помогает не уходить дальше в минуса, но не более. Да. Вообще. Больше ничего. Больше ничего нет. Только YouTube. Сторонних проектов каких-то. Ничего. Нет, только YouTube идет. Да. То есть вот это вообще все, что вы делаете, делается под YouTube. Да. Да, Гошан аппарат, правда, свой поставил, но у нас денег нет, чтобы туда бабки заряжать. И он нам его открыл, мы просто по кнопке кофе пьем. Но я думаю, что в этом году свадебный сезон будет все-таки получше. Надеюсь, никаких ограничений не будет. Плюс Мустанг доделается. Можно было, конечно, сразу взять там с первых выпусков всяких букмекеров и деньги зарабатывать. Но никакой рекламы такой я не... Я его тогда сказал, я лучше закроюсь, чем возьму букмекеров. Только YouTube, да? Вот раз, два, три, четыре. Только YouTube, да. Единственное, что с прошлого года начали сотрудничать еще с другими блогерами. Если первый год на YouTube было только свои проекты, это Ламбо и Мустанг, то с прошлого года появились такие проекты, как Бэтмобиль, Феррари и Кобра. Кто вообще именно из автотемы знаком, если не лично, то хотя просто так по перепискам по каким-то там, да? Это в автотеме я давно смотрел еще Олег Нестеров-Брест. Вот, это маляр. Маляр в Белоруссии, вот он там какие-то обучающие видео снимал. Вот, тоже к нему ездил, именно как познакомился. Потом по автотеме, ну это Гараж 54, мы познакомились на выставке, да. Не на выставке, это не была выставка, это церемония лучший DIY-блогер. Мы уже познакомились с независимым экспертом, но больше ни разу не виделись. Это Илья Стреколовский, с которым мы начали сотрудничать. Вообще, я не знаю по поводу Ильи, то, что нам пишут, нас в комментариях часто его там вспоминают. Но хочется сказать на самом деле спасибо ему. Потому что если бы не он, то канал бы все равно не вырос так быстро. Не знаю, можно сказать, что за два года канал быстро вырос, до 700 тысяч или нет. Но я считаю, что если бы он, так скажем, не протоптал вот эту дорожку там, да, и мы бы не пошли по его следам. Потому что он создал этот мейнстрим на Ютубе, именно по самодельным машинам тогда. И мы как бы хорошо так влились. Ему просто огромное спасибо. Причем параллельно, ты же, получается, грубо говоря, раньше начал. Ну да, на пару месяцев. Да, то есть он, получается, показывать начал раньше, чем ты начал. Да, то есть я машину начал раньше делать, но он это просто начал показывать, и я решил, что тоже надо показывать. Вот, и все. Ну, так как у него канал раскрученный был, он создал такую, создал аудиторию, которая как-то быстренько о нас узнала, и часть, наверное, перешла. Вот, потом Тимон, Тимофей Кошарный, этот, Масл Гараж, РДС. С Тимоном было что? Я писал по поводу Мустанга, запчастей, что-то такое по Мустангу. А потом он позвал, пригласил гостя. Какие-то запчасти мы даже взяли, матрицы откатали себе. Ну, и как-то так завертелось, что сейчас сделали расширение для корвета С-3, также там стеклопластиковые, там всякие детали для фаерберда. Там еще один проект назревает от них, вместе с нами должны делать Ильдар. Вот, Ильдар через Илью взял контакт, позвонил, предложил сотрудничество, чтобы мы помогли вот с Кобра, с его... Да, да, взяли в работу. Потом, кто еще из автоблогеров? Я просто боюсь кого-то... Ты кого-то пропустишь, обидятся там. Ну, колеса? Жорик Ревазов. Жорик Ревазов, да, мы делали для него пенопластовый болван для Теслы, Тесла Родстов. Это был, наверное, последний такой масштабный проект, который он... Пытался сделать. Ну, да, печально все вышло, но вот мы тогда сделали ему макет Тесла Родстер. И все. Ну, Маню знаю, видел там, да, как бы делали какие-то работы там для нее. Еще в давние времена. Да, и для ее, насколько я знаю, бывшего мужа. Ишхана знаю. Вот, с Ишханом познакомился я вообще в Москве, на МТШ. Вот, он увидел золотую «Зетку», подошел, увидел, что номера питерские, и спросил, что как там, и вот приглашал на «Ройл», потом на «Ройл» как ездил, на «Гоночные войны». Ну, как-то так. Давайте к любимой теме, 12.5.1. Что думаешь? Слушай, ну, я вот на самом деле, как бы к этому отношусь, в принципе, нормально, да? Ну, то есть, вот там, ребята ставят газ, допустим. Вот я понимаю, что такое переделка, да? Да, там, человек поставил газ, да, это опасно. Его должны поставить в каком-то там правильном месте, да? Шаря. Где шаря, да, где не просто тебе вот так вот это насыпят, там, форсунки, и все потом у тебя воняет газом, и потом взрываешь это на заправке. Это хорошо, если обычный газ, а если какой-нибудь там метан, от которого там вообще ничего не остается, одни колеса. Вот, я считаю, что вот это нужно регистрировать, да, там, то, что может повлечь жертвы не только тебя, да, как дурака, который это себе поставил, либо, допустим, того человека, который решил там как-то, допустим, сэкономить или оптимизировать, да, там, свой автомобиль. Ни в коем случае, как бы, не осуждая этих людей, потому что я знаю много людей, которые там и на крузаки себе газ ставят, да? У него соседа, он 570 у него стоит, да? Да, то есть ты открываешь, у него вот такой бублик огромный стоит, еще сверху, еще круглый баллон вот такой длинный. Вот, не вопрос. Вот это, я считаю, нужно регистрировать. А то, что там относится к визуальной части, ну, ребят, смысл, камон, зачем, да? То есть у тебя есть шильд там, допустим, там, Мерседес, БМВ. Окей, у тебя видно этот шильд, все, значит, это Мерседес, значит, это БМВ. Когда ты это все убираешь и закрываешь, ишь, как-то там изменяешь, да, для там органов правопорядка это как бы знак того, что там ты как-то скрываешься. Все остальные моменты, я считаю, нужно просто разрешить людям. Как-то же можно самореализовываться. Да, если ты там себе отпиливаешь, я не знаю, там, что-то отпиливаешь, что-то припиливаешь, да, именно уже несущую часть, это да, тоже как-то надо регламентировать через специализированные центры, там, аккредитованные, да, если хотят это все ввести там на правильные какие-то рельсы. Да, там, если человек себе поставил, я не знаю, расширение там, сделал себе там, я не знаю, какую-то там финтифлюшку повесил, ну, ему хочется так. Да, не вопрос, пусть ездит. Вот это мое такое мнение. Ну, я вот сам из Ростова, да, и я помню те времена, когда, ну, была тонировка, да, а потом резко сказали, что тонировка нельзя, ксенон нельзя, но у меня на тот момент была двенашка, естественно, без кондиционера. В Ростове автомобиль без кондиционера – это просто ад. И та же тонировка, она хоть как-то тебя, в принципе, избавляет от того, что левая рука у тебя на 15 тонов темнее, чем правая, да, ну, тут как бы вынужденная мера. И, ну, честно говоря, меня один раз останавливали, пытались там что-то проверить, но я так понял, что у меня какая-то была там то ли заводская, ну, что-то такое, что, в общем, не прошло по этому прибору, они там тыкали, ну, и просто они решили мне просто выписать там штраф за брызговики. Ну, я как бы их не было, ну, согласился, и все. То есть, как бы вот на этом мое общение там с органами правопорядка по вот примерно вот этой вот стези как бы закончилось. То есть, мое мнение, в принципе, вот такое. Ты-то как думаешь? У меня несколько более плотное общение в этом плане состоялось, когда я оформлял белую лампу. Вот. Есть техрегламент, вот, который, допустим, запрещает устанавливать какие-то элементы, опять же, внешние, которые выступают за пределы кузова. Вот. То есть, что угодно налепить тоже, но это, ну, неправильно. То есть, который спойлер, который там, я не знаю. Не, ну, понятно, что должно быть как-то. Или там спирит, где можно насадить там человека, как на шампур, да. То есть, ну, что-то адекватное, да. Мне кажется, это надо пытаться легализовать. Опять же, есть неадекватный тюнинг какой-то такой, ну, прям дикий колхоз. И опять же, это... И он небезопасный. Он опасный, даже больше. И там люди сидят опасные. Наверное, кто делает опасный тюнинг, там сам человек по себе опасен. По-любому с рецидивом каким-нибудь. Ну, как неадекватный тюнинг можно сделать нормальный человек. В целом, я все равно, конечно, против этого такого ужесточения, да, закручивания гаек. Но в то же время, говорю, когда это опасный тюнинг, когда вот действительно на коленке сделано, собрано, и, может быть, не знаю, еще криво как-то поставлено, смотря кто это ставил, опять же, может быть, тюнинг можно было бы сделать в каких-то сертифицированных местах, у кого есть там, не знаю, какой-то... Какой-то допуск там, да. Просто тут такая двоя ситуация, что культура тюнингом страдает, потому что я думаю, что есть нормальные ребята, молодежь, которых нет денег, которые могли бы что-нибудь сами сделать у себя на коленке нормальные, но их просто завернут. Тут надо что-то собирать, какой-то консилиум, совет и что-то придумать, какие-то новые поправки. Может быть, пускай будет тюнинг там под запретом, но с возможностью легализации, более упрощенной. Ну, оно... 10 тысяч каждое изменение. Оно формально есть. Обращаются люди с вопросами со всяким, вот у кого-то что-то сделано. У меня есть знакомые, которые помогали в оформлении белой ламбы, там, да. Я им вопросы задаю, они как бы, да, да, это могут, пакет документов сделают. Но на местах, когда люди приходят с этими документами, их бреют себе, говорят, типа, нет. И как, не знаю, как в ночном клубе, ты проходишь, а ты нет. Не объясняют, почему. Да, да. Тебе оформлен, тебе нет. Может быть, конечно, там цена вопроса, но, насколько я знаю, в Питере, допустим, в Москве, мне говорили, вообще нереально. Так вот, мы возвращаемся теперь к вопросу. Ты сказал, что вот эту, как мустанк на базе Капри и белую вот эту ламбу, которая там на чём-то была сделана, ее можно легализовать? Белая оформлена официально. Там внесены все изменения. Это вносилось в 2018 году. Тогда ещё, может быть, только-только начиналось в 12.51. Да, вот. И тогда ещё, так скажем, пронесло. По мустангу тут, конечно, есть уже вопросы, но делается всё по техрегламенту. Есть, конечно, такие моменты спорные, но что делать? У меня знакомые, полицейские. Вот. Мы по белой ламбе звонили, просто уточняли, да? Да, то есть те ребята, которые помогли мне оформить белую ламбу, что я думал, что это должно быть внесено в реестр, что это должно быть официально оформлено. Не просто они там распечатали, изламинировали бумажку, а что-то действительно в базах. Да, то есть позвонили, я говорю, что написано в базе. Он говорит, всё написано. Написан размер колёс, написано, что вот машина должна выглядеть вот так. То есть всё там описано. Стоп. Стоп. Это официально. То есть я пошёл полностью официально, правильно? Да, ну, через агента. Да, там через лабораторию она выписывала сертификат. Я видео записывал. То есть они говорят, там, это сними, это сними, это покажи. То есть, ну, без, конечно, всяких тестов, но потому что у меня нет серий. То есть это как не под коммерцию. То есть у тебя он получается как такой, как в СССР регистрировали самоделки? Ну, что-то типа того, да. Хорошо. Ну и последнее ваше отношение вот к этому, ко всей среднодвижухе, вот этой уличной дрифт и вся вот эта вот... Мне кажется, что отчасти-то из-за них и идут ужесточения, которые беспределят на дороге, вот, которые исполняют по беспределу. Вот они привлекают внимание этих правоохранительных органов, там, этих полицейских. И, естественно, это просто как... Да, и статистику, они же им статистику портят просто, и все, и они решили их там забрить. Ну, они просто как-то так показательно сейчас будут карать кого-то так, не знаю. Да, сейчас кого-нибудь поймают. Вон парень какой-то был, то что-то там проехал по этому, по Дворцовой, там, боком, там, что-то снял, я что-то смотрел где-то, его подтянули. Что-то такое вот я слышал, но подтянули как-то его там что-то спросили. Да, и Баргим тоже навалил, но это согласовано было. Ну, когда ты согласовываешь и все это прописываешь, у тебя там... А когда... Ну, я слышал просто такой случай, именно то, что такой прецедент был, когда чемпионат мира был, и вот начали они там исполнять, когда были туристы. И это кого-то разозлило. И понеслось как раз вот чемпионат, все дела, ужесточения потом эти пошли. У нас же все зависят от чужого мнения в России. Вот, поэтому серьезный именно тюнинг, как культура, страдает. Ну, не то, что страдает, не мучается, наверное. Ну, наверное, мучается местами, потому что местами просто руки опускаются. Думаешь, вот сейчас такой проект сделаю, хочу такой проект сделать. Знаю, что он будет гораздо безопаснее, чем, не знаю, там, сорокалетняя какая-нибудь жига. Но никак его не оформить. У меня тоже какой-то диалог там состоялся с одним из работников лаборатории, что типа вот ваша машина не пройдет испытания. Я говорю, а вот машина, которая выпущена там даже, не знаю, там не сорок, двадцать лет назад какая-нибудь, пройдет испытания. Те, которые вы там хотите сделать на в отдельной машине. Ну, как на в отдельной, самоотдельной машине. Потому что, ну, мы же тоже не делаем машину специально, чтобы убраться на ней. Мы же как-то, не знаю, подходим к этому, просчитываем, используем всякие 3D-технологии, современные технологии. Вот, а здесь, в этом гараже, может, чего-то нет. Мы обращаемся к ребятам, там, у которых есть танки, там, турбогибы, компьютерные, там, листогибы. Моделирование, да, все такое. Моделирование, просчет, там, кат, солид, ну, то есть, все. То есть, на самом деле, даже используем более такие продвинутые и более лучшие технологии, чем использовались, там, не знаю, в 60-х, 70-х. Все машины типа нормально, можно есть, а эти нет. Даже по вот этой ламбе, когда она была ламбой SVJ, рама на ней просчитана была на компьютерном двойнике. То есть, как бы, нифига себе, это уровень. Типа, просто была копия оригинала. То есть, по досечению труб, там, да, может быть... Да даже крепче. Даже мы, конечно, да, мы сделали раму не очень правильно, мы там сварили ее из чернухи. Но тут вариант такой, что если бы мы сварили ее именно из... Из алюминия. Из алюминия, не поменял бы вообще. Ну, я имею в виду, не позволил бы оформить. И на этом пришла пора заканчивать. Второй час ночи как-никак был. Да и у меня идеи, кого еще отснять из питерской тусовки, тоже закончились. Пишите в комментариях, кого бы хотели увидеть. Посмотрим. Ну, а пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok